КОЛЮЧАЯ ЛЕНТА Кубанские казаки первые в стране откликнулись на просьбу о помощи крымчан. Приехали на полуостров тысячи человек и сделали это очень вовремя, до прихода радикалов с Майдана. Сил для охраны правопорядка в Симферополе и Севастополе до приезда казаков катастрофически не хватало. Основной силой, вставшей на защиту народа, стали именно казаки кубанского казачьего войска. В чистом поле у блокпоста Чунгар разбили палаточный лагерь, перекрыли въезды, нарыли окопов и блиндажей. Здесь, как в армии, главное – дисциплина и ежедневные тренировки. Расслабляться нельзя ни на минуту. Радикально настроенные силы Запада Украины в любой момент могут проникнуть на территорию автономии и организовать провокации. Но казаки и бойцы Беркута готовы отразить удар. Кстати, кубанские казаки приехали в Крым добровольно, как говорят сами, по зову сердца. Иначе не могли поступить. Ведь с Украиной многих связывают общие корни и история. Фермер, потомственный казак из Краснодарского края Иван Кочетков оставил свои дела в разгар весеннего сева и отправился на полуостров. Собрался за два часа, а через сутки уже прибыл на блокпост. Как мы можем казаки не помочь в трудную минуту друг другу? А уж труднее этой минуты быть не может ничего. Я проложу все усилия и еще, и еще приедут. Три недели на посту. Для крымчан они уже свои. Местные жители помогают кто чем может. Василий Петрович – повар на местной кухне. На снабжение не жалуется. Говорит, неравнодушные жители полуострова каждый день подвозят бойцам-добровольцам продукты. Люди привозят и соленья, и крупы, и макаронные изделия, молоко, мясо, посуду, воду. А это уже другой блокпост. Турецкий вал – так называемое «киевское направление». Похожая картина – палатки, окопы и люди с автоматами. Здесь тоже на службе наши кубанские казаки. Роль казачества – защитить мирных жителей, украинцев, русских, мусульман, которые хотят жить непосредственно в мире и спокойствии, расти детей. А те люди, которые сюда идут, они просто хотят взорвать эту спокойную обстановку. Поэтому казачество пришло сюда для мирного решения вопросов. Группировка кубанских казаков была рассредоточена по всему полуострову. Под охрану взяли все блокпосты, а также вокзалы и административные здания, чтобы не допустить провокаций. Но главный экзамен нашим казакам, пожалуй, пришлось дать за несколько дней до референдума. Противников воссоединения Крыма с Россией в другой части Украины немало. И ожидали здесь любых нападений экстремистов с Запада. Поэтому усилили охрану краизбиркома и средних школ, где организовали избирательные участки. Здравствуйте. Здравствуйте, ребята. Очень рады видеть вас. Директор школы и замуж, да это? Замуж и замуж, на замуж. Хорошо. То есть это ваши матери здесь? Да. А вы их защитники? Больше 20 дней кубанские казаки охраняли правопорядок на улицах Крыма и Севастополя, одними из первых в России откликнувшись на беду соседей. И защитили. Не допустили на полуостров черную националистическую чуму в лице галтелых молодчиков с Майдана. Подтвердив позицию президента Владимира Путина, Крым был и останется. И русским, и украинским, и крымско-татарским. Но он никогда не будет бандеровским. Евгений Вольский, Павел Мершниченко, Александр Смычек, 9 канал, Крым и Севастополь.